Мы хотим рассказать об удивительном человеке, труженике, энтузиасте Павле Павловиче Васильеве. Он один из тех, кто идет за своей селью, несмотря на трудности, не боясь любой работы. Я жил вместе с семьей почти 20 лет в селе Ботулу, Верхневилюйского улуса. У меня образование учителя физкультуры. 10 лет проработал в школе. Чтобы поддержать сельское хозяйство, да и душа моя лежала к этой работе, я пошел работать в Ботулунский совхоз табунщиком. За один год объездил 32 строптивые лошади для табунщиков. Работал также кадровым охотником, начинал заниматься разведением лошадей в 80-е годы. Была у меня одна кобыла, попробовал ее подоить. Получилось. В 90-е годы кумы собственного производства доставлял улусным санаторием. Особенно хорошо брали больные туберкулезом. С тех пор я поставил перед собой цель заниматься разведением лошадей и доением кобылиц. Потом меня пригласил мой хороший друг Василий Иванович Антонов поработать у него на канебазе села Аросу. Вместе с хозяйством переехали туда. В Аросу дела пошли хорошо. На двух участках держал табун лошадей. В 99-м году организовал крестьянское хозяйство Эйге. Потом от ректора ЕГСХ Леонида Владимирова поступило предложение переехать в Якутск на участок ЕГСХ Кенкеме. Он хотел, чтобы студенты занимались лошадьми. Там мы провели огромную работу. Почистили от прошлогодней травы большие угодья, построили базу. У ЕГСХ в то время было больше 10 лошадей, у меня 80. За 5 лет хозяйство достигло 150 голов. У меня стало около 100. Сейчас я отделился от них. Мне помогают мои дети. Сейчас Павел Павлович вместе с семьей живет в местности Усхатун. Взял в аренду участок и постепенно строится. Этим летом они построили жилой дом, большой ледник, изгородь для лошадей. Сейчас со своим сыном Валерой и его женой Просковьей доят 5 кобыл. Самое плодотворное время доения – осень. В это время они доят по 20 кобыл. Сейчас 15 из них ждут потомства, поэтому отпустили на вольные хлеба до поры до времени. Пятеро кобыл стали еловыми, поэтому годны к доению. Их держим вместе с жеребятами, которые родились в прошлом году. У этих кобылиц не пропадает молоко. В течение дня кобыл доим 4 раза. После вечерней дойки, где-то к 10 вечера, кобыл отпускаем к детям, которые всю ночь сосут молоко матери. В 4 утра отделяем от жеребят. В 9 утра выходим на дойку. Техника доения простая, не как у коровы. Чтобы кобыла не легалась, одну ногу привязывает повыше и, стоя сзади, тянут в имя. С одной дойки получает литр молока. За день с одной кобылы получает почти 4 литра молока. Издавна известно, что кобылье молоко обладает целебными свойствами. По составу оно похоже на молоко матери. Давно доказано, что кумыс, который делается из молока кобылы, улучшает иммунитет. В основном помогает от болезни легких дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Я хочу, чтобы якутяне считали кумыс не просто напитком, но и напитком, который дает здоровое потомство. Сейчас в каждом улусе наслеги разводят лошадей. Если бы в каждом наслеге организовали базу и круглогодично доили кобыл, то кумыс был бы доступен каждому. В будущем мы планируем построить специальное помещение для изготовления кумыса. Надеемся, что дела пойдут хорошо. Были бы угодья. Даже можем организовать санаторий или турбазу. Я готов поделиться опытом. Продолжение следует...